Новый способ решения коммунальных вопросов. В городе появилась возможность оплаты квитанции ЖКУ через интернет. Профессиональное образование Ямала, педагоги образовательных учреждений округа обсудили вопросы подготовки квалифицированных кадров. Средства массовой информации ввели возрастное ограничение. С 1 сентября вступил в силу закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Квалифицированным специалистам бюджетной сферы, проживающим по найму, необходимо оказывать материальную поддержку. Такое решение было принято на прошедшем совещании заместителя губернатора Ямала Татьяны Бочковой с руководителями окружных департаментов социальной сферы. По предварительным данным, на сегодняшний день в муниципальных образованиях округа снимают жилье более тысячи бюджетных работников. Большинство из них трудятся в образовании, здравоохранении и спорте. В настоящее время многие ямальские бюджетники вынуждены проживать в съемных квартирах и зачастую жилые помещения нанимаются у частных лиц, что влечет за собой немалые финансовые расходы. Поэтому мы должны продумать механизм, способный оказать материальную поддержку квалифицированным специалистам, проживающим по найму, отметила Татьяна Бочкова. Данную идею поддержали все участники совещания. По его итогам было решено собрать точную информацию о количестве работников, нуждающихся в такой поддержке, а также подготовить финансовое обоснование размеров материальной помощи по каждому муниципальному образованию Ямала для дальнейшей защиты мероприятия при формировании бюджета округа 2013 года. Предполагается, что в случае закрепления такого нововведения в ямальском законодательстве одним из главных условий станет наличие официального договора найма жилого помещения. Муравленко посетил заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому округу Виталий Кондратенко. Это плановая поездка подполковника юстиции по муниципальным образованиям Ямала. Сегодня в нашем городе он провел прием граждан по личным вопросам, желающих обратиться с заявлением о защите нарушенных прав или пожаловаться на действия сотрудников местного следственного отдела оказалось немного. На прием записался всего один человек. А вот полгода назад, в марте этого года, желающих было намного больше. Тогда к руководству Следственного комитета по Ямало-Ненецкому округу обратились 20 муравленковцев. По словам Виталия Кондратенко, чаще всего граждане обращаются с проблемами невыплаты заработной платы, трудоустройства и заявлениями о коррупции. Нередко вопросы, с которыми людьми пришли на прием, оказываются не в юрисдикции следственных органов. В этом случае их обращения напрямую переадресовываются в вышестоящие органы государственной и исполнительной власти, губернатору или прокурору округа. Даже несмотря на то, что у нас нет полномочий, по непосредственному разрешению ряда обращений, мы сужаем этот период поступления непосредственно у полномочного органа вот этих обращений, которые, в свою очередь, могут, должны и обязаны разрешить по существу и, если возможно, помочь разрешить ту или иную ситуацию. Подобные выездные встречи с жителями городов и поселков руководители следственного управления Следственного комитета Ямал-Ненецкого округа проводят минимум два раза в год. Следующий визит в наш город они запланировали на начало 2013 года. Средства массовой информации ввели возрастное ограничение. С 1 сентября вступил в силу закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Он предусматривает ограничения в отношении изображения насилия, преступлений, смерти, заболеваний, самоубийств, несчастных случаев. Под ограничение также попадает телепродукция, в которой есть нецензурная брань, реклама наркотиков, алкоголя, азартных игр, оправдание противоправных действий, проституция, бродяжничество, информация порнографического характера. Отдельным пунктом обозначена даже тема отрицания семейных ценностей и формирующая неуважение к родителям и другим членам семьи. В соответствии с законом в расписании телепрограммы на экраны телевизоров добавлены знаки возрастной категории информационной продукции. Решения о показе и возрастном ограничении принимаются либо производителям продукции, либо ее распространителям. Подчиняться закону обязаны все телеканалы, не только эфирные, но и кабельные, и спутниковые. Для всех нас, вещателей, производителей телерадиопродукции, по умолчанию до 1 октября действует переходный период. Подразумевается, что именно до 1 октября будут разработаны правила по установлению возрастных ограничений в эфире, и для всех будут одинаковые условия. Сегодня получается такая картина, кто влез, кто под рова, кто на что способен, тот то и ставит. То есть понять, какое на самом деле возрастное ограничение действует на ту или иную передачу довольно сложно. Мы, к примеру, Муравленко ТВ, принимаем это решение коллегиально, исходя из тех соображений, которые формируются у нас при составлении той или иной программы. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города предлагает жителям новый способ решения коммунальных вопросов. На муниципальном портале электронных услуг появилась возможность оплаты ЖКО через систему интернет. О плюсах и минусах нововведения материал Анны Карамавровой. Программа «Электронный муниципалитет» в Муравленко действует с 2011 года. Одна из ее составляющих – возможность оплаты жилищно-коммунальных услуг через интернет. Такая услуга значительно экономит время. Воспользоваться ей может любой желающий. Для каждого владельца квартир на сайте Управления жилищно-коммунального хозяйства создан личный кабинет. Уже с января месяца мы приступили с помощью ООО «Информационно-расчетный центр» к выдаче логинов и паролей для того, чтобы каждый житель мог войти в личный кабинет, который расположен на официальном сайте Управления жилищно-коммунального хозяйства, для того, чтобы иметь возможность отслеживать свои платежи, увидеть сумму начислений, подать информацию о приборах учета индивидуальных, либо подать какую-то заявку через интернет. Пока новой услугой муравленковцы пользуются в редких случаях. Из 13 тысяч лицевых счетов только 109 клиентов прибегнули к возможности интернет-оплаты. Пока не пользовался. Почему? Ну, я не занимаюсь платежами этими. Не знаю, у меня интернета нет просто. По привычке прихожу и плачу. Потому что логины, пароль тяжело было получить. До отпуска не могли получить, то их не было, то закрыто, то еще что-то. А сейчас некогда просто. Получить индивидуальный номер, с помощью которого можно проводить операции по перечислению денежных средств в счет уплаты коммуналки, можно в отделении информационно-расчетного центра. Для этого необходимо предоставить паспорт и правоустанавливающие документы на квартиру. Многие горожане считают это дело хлопотным. Поэтому и не спешат узнавать свой логин и пароль от личного кабинета. Упростить эту процедуру, потому что действительно приходят с паспортом, надо бы еще и свидетельство о регистрации, то есть документ, подтверждающий собственность жилья. Этот процесс предполагается упростить значительно, чтобы было легче получить. Горожане также отмечают другой недочет новой услуги. Пользоваться мобильным банком могут лишь клиенты Запсибкомбанка и Сбербанка. Владельцам других банковских карт такая возможность не предоставлена. Сейчас мы работаем с ИРЦ и с разработчиками программы, которая установлена по начислению платежей, о том, чтобы для каждого, у кого есть логин и пароль, для каждого такая услуга оплаты через сеть интернет была возможна. Но плюсов интернет-услуги куда больше, чем минусов. Используя ее, оплатить коммунальные долги можно не выходя из дома и за считанные минуты, не теряя время на ожидания в очереди. Все недочеты системы интернет-оплаты коммунальных услуг в городе Муравленко обещают устранить уже к началу Нового года. Главное, чтобы жители города оценили новшества и не забывали вовремя платить по счетам. Анна Карамаврова, Владимир Федоров, телерадиокомпания, Муравленко ТВ. Профессиональное образование Ямала – вызовы времени и стратегии развития. Под таким названием в многопрофильном колледже прошла педагогическая конференция, посвященная вопросам подготовки квалифицированных профессиональных кадров в округе. Ее участники – представители учебных заведений Муравленко, Губкинского и Ноябрьска – говорили о взаимодействии профессионального образования и работодателей. Тем продолжит моя коллега Татьяна Сорокина. Конференция открылась показом фильма «На Ямале есть место рабочим профессиям». И не случайно. Основная тема мероприятия – взаимодействие учебных заведений профессионального звена и работодателей. При имеющейся нехватке квалифицированных рабочих кадров в округе необходимо наладить системный подход к созданию учебно-методического комплекса. Перспективы развития колледжа как регионального ресурсного центра озвучил Александр Линденгольц, директор учреждения. Конечно, здесь у нас больше вопросов, чем ответов. Это что касается отработки механизмов сетевого взаимодействия. Но это связано с тем, что сегодняшние законодательные базы не позволяют в полной мере реализовать те задачи, которые мы для себя поставили. И надеемся, что с принятием нового законного образования вот эти возможности у нас увеличатся. В рамках конференции говорили и о научной деятельности учебных заведений, психологической готовности студентов к работе в трудовых коллективах. Затем прошел мастер-класс Елены Юлборисовой, мастера производственного обучения. Один из основных вопросов – это взаимодействие с работодателями. Не все получается. Может быть, мы ставим вопросы, в которых не очень заинтересованы работодатели. Может быть, и работодатели загружены, у них какие-то свои проблемы, а мы их не решаем. Но мы пытаемся найти взаимодействие. Точек соприкосновения очень много. И поэтому мы надеемся, что результат будет еще лучше. В резолюции принято решение расширить рамки научно-методических и студенческих мероприятий с привлечением специалистов всего округа и, в частности, нашего третьего научно-образовательного комплекса. Принять участие в проекте «Сообраз педагога», который реализует межшкольный учебный комбинат, и ряде других проектов, таких как «Технопарк» – Центр технического творчества. Татьяна Сорокина, Михаил Муштареев, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». Работа по привлечению молодых, энергичных, нацеленных на профессиональный рост специалистов на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений любого учреждения. К таким относится и детская школа искусств «Муравленко». Из года в год коллектив педагогов пополняется кадрами, в частности, молодыми специалистами. С одним из них познакомилась моя коллега Оксана Гитерман. Существует такое высказывание «Где заканчиваются слова, там начинается музыка». Для Егора Горбунова, молодого специалиста детской школы искусств, это не просто высказывание, это его жизнь, хобби, профессия. Его музыка без слов – таинственное и завораживающее звучание саксофона. Искренность исполнения музыканта, который передает свои чувства зрителям, прожив произведение, главное в его творчестве. Всему этому и многому другому он обязательно научит своих учеников, потому что по-другому свою преподавательскую деятельность не представляет. Делиться знаниями – это счастье и истинное предназначение молодого преподавателя. Если не делиться этим счастьем, нет вот этого обмена, энергетического обмена знанием, то тогда быть собственником большого одного какого-то капитала не приносит никакого удовлетворения. Молодой специалист приехал в наш город по приглашению своего однокурсника и теперь коллеги Олега Валавина. Коллектив детской школы искусств встретил доброжелательно, руководство помогло решить жилищный вопрос. Я обустроен и полный ход можно дать в развитии духового отделения, своей профессии. И начинать никогда не сложно, если есть большое желание. Огромное желание, обширное поле деятельности для творчества позволяют не бояться профессиональных начинаний. Есть стимул двигаться вперед к намеченным планам и свершениям. Тем более, когда чувствуется поддержка друзей и коллег. Здорово, когда есть возможность выступать с музыкантом хорошего уровня. Вот именно база школы, когда одна школа. Мы однокурсники, у нас школа одна. И всегда мы, даже без слов, вот мы, допустим, что-то репетируем и просто по интуиции понимаем друг друга абсолютно. Не приходится каких-то слов, говорить что-то вот тут, так, сразу моментально, и все, поехали. Дуэт. У нас есть, конечно, идея о создании не только дуэта, но еще и о создании квартета саксофонистов. Впереди не только создание дуэта и квартета саксофонистов, творческие вечера, выступления и концерты. А главное, педагогическая деятельность, которая дарит счастье и желаемое удовлетворение. Оксана Гитерман, Михаил Муштареев, телерадиокомпания Муравленко ТВ. Это все, о чем сегодня вам успели рассказать журналисты компании Муравленко ТВ. Я на этом с вами прощаюсь. Благодарю вас за внимание. В студии работала Светлана Грачева. Далее вас ждет прогноз погоды. Не переключайтесь и всего доброго. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ В Бережной аптеке всегда значительная экономия. Бережная аптека бережет здоровье, экономит деньги.